Это была одна из редких возможностей Кыргызалтына хоть как-то повлиять на ситуацию в Центере. Накануне, как и планировалось, представители кыргызской страны выступили на всеобщем собрании акционеров и на правах самого крупного держателя акции призвали остальных наконец сменить руководство компании как на уровне менеджмента, так и на уровне совета директоров. Кыргызалтын изложил, казалось бы, самые громкие доводы о том, что в офисе проводятся обыски и выемка документов, о том, что на компанию поданы иски на 300 миллионов долларов, о том, что добыча золота на руднике может остановиться через полтора месяца и еще ряд других аргументов. С 2009 года капитализация компании упала почти в три раза. Нарушены фундаментальные основы конструктивного взаимодействия и сотрудничества с правительством Кыргызской республики, что привело к потере устойчивости проекта Кумтор. Также допущены грубейшие ошибки экологического и горного законодательства. С каждым годом ухудшается общественное восприятие Центеры и проекта Кумтор как добросовестного инвестора. Все это с очевидностью указывает на неэффективность и непрозрачность существующей системы управления проектом Кумтор. В итоге ничего, никакой реакции. Собрание держателя активов компании заявление Кыргызской страны просто проигнорировало. Акционеры переутвердили представленных Центерой членов совета директоров, которые, по данным наших экспертов, многие годы просто закрывали глаза на все нарушения. Что теперь делать, не ясно. Впрочем, отступать эксперты не советуют. К примеру, Гани Абдирасулов уверяет, что такой исход давно был ожидаем и очевиден. Поэтому действовать надо было через суды самой Канады. Вообще, Центера – это наша компания. Мы самые главные акционеры. У нас более 32, почти 33%. А теперь, внимание, если по законодательству Канады о рынке ценных бумаг, если акционерная компания открытого типа владеет акциями более 30%, более 30%, значит, она вправе полностью управлять компанией. Впрочем, такого оптимизма разделяют не все. К примеру, депутат Кочубе Крыспаев, с сожалению, отмечает, что, имея большинство в Совете директоров компании, канадцы теперь вряд ли будут идти на уступки. Видно же, что мы с тремя представителями в Совете ничего не решаем. Там их никто не слушает. Это бесполезно. Наши, как статисты, просто ходят там и получают зарплату. Вот и все. Эксперты говорят, очевидно, что теперь Центера будет пытаться всеми способами более-менее обезболезненно для себя покинуть Кыргызстан. Добывать золото подземным способом она уже не хочет, поэтому игнорировать все заявления Кыргызской страны для нее лишь одна из таких попыток.